Добрый день, дорогие друзья! Я Марджуна. Я с большим удовольствием принял приглашение организаторов принять участие в этом крупном столе. Хоть нас разделяет несколько тысяч километров, но я думаю, что мы здесь собрались для того, чтобы искать общее. Когда я был в Тбилесе, безусловно, любые разговоры, даже у соседей за столового ресторана все время каким-то образом пересекались с российско-грузинскими отношениями. Я вам скажу, что в российском общественном пространстве, а в сознании людей, Грузия, разумеется, не занимает такого места, которое Россия занимает в Грузии. Это нужно понимать. Какие-то принимают мероприятия, но в другом плане, даже заявление президента политические силы оставили как раз без внимания. Только те силы, которые являются оппозиционными нынешнего правительства, заявили, что это еще раз выражение про российского настроя, про премьер-министра. Я сказал, что это не так, потому что у премьера, у его политической силы есть четкое прозападное направление, и мы должны вот это направление как-то поменять. Ключ к решению проблем наших взаимных отношений на началах доверия, на началах взаимного уважения и гармоничного выстраивания будущих отношений лежат через участие Грузии в грузийском интеграционном процессе, через включение Грузии в состав таможенного союза. Это одновременно и решит нам задачи присоединения к единой таможенной территории Южной Осетии и Абхазии. В ситуации, когда проблема границ на Кавказе стоит очень остро, с точки зрения издержек их преодоления, они очень дорогостоящие эти границы для торговли. Например, до сих пор не работает железная дорога, а без сквозного железнодорожного сообщения трудно говорить о нормальном экономическом развитии. Предоставляются кредиты в рамках Евразийского союза. Когда работает Евразийский антикризисный фонд, это 10 миллиардов долларов. Евразийский банк развития 10 миллиардов долларов. Конечно, более богатая Россия вносит туда большую долю. Менее богатый Казахстан меньшую долю. Еще более бедная Беларусь, еще меньшую долю. И это, конечно, более слабое государство такое объединение. То, что за счет кредитов, скажем, Евразийского банка антикризиса, Евразийского антикризисного фонда, только Беларусь 3 миллиарда долларов за последние полтора года получил. И выгодные кредиты, поверьте, да. То есть никто не будет объединяться, если нет экономического интереса, экономического выгода. Мы находимся в стадии, последние 10 лет, наверное, в стадии биологической несовместимости. Есть чувство собственного достоинства, в котором ни один человек и ни одна страна не позволит кому-то что-то оскорбить. Вот если будут такие отношения, то, ради бога, и Евросоюз, то есть Евразийский союз и другие какие-то институты, которые будут придуманы, которые мы будем знать, что это не ловушка, что это добро, это не зло, а это наоборот плюс для нашей страны, конечно, пойдет бог. Мы хотим от России узнать, что это такое, что это ничем другим не грозит. Моя позиция. Есть очень много красных линий, которые не готовы перейти ни с одной, ни с другой стороны. Я думаю, что пока нужно просто эти красные линии избегать, не подходить к ним, не пытаться их пересечь. Не надо ставить условий для, так скажем, для нашего общения. Не буду называть такие, называются, но все прекрасно знают, что это с одной и с другой стороны. Это без перспективок. Значительно важнее попробовать сначала узнать друг друга в современной ситуации. Это, в своем роде, первый российско-грузинский неформальный диалог на тему Евроазиатского экономического союза. В общем, сложность хочу сказать несколько слов о нашей коалиции, о коалиции Евразийский выбор Грузии, вне объединенных нескольких неправительственных организаций, которые, несмотря на тяжелейший прессинг в период правления Саакашвили в течение последних нескольких лет, активно поддерживали улучшение российско-грузинских отношений, снятие эмбарго на грузинскую продукцию, тустороннюю отмену визового режима. И, что главное, активное участие России в урегулировании внутренних конфликтов в Грузии. К сожалению, этого достичь не удалось. И после августовского конфликта в 2008 году наша страна оказалась совершенно перед новой реальностью. Ровно два дня назад премьер-министр Грузии господин Бетин Иванишвили на пресс-конференции заявил, что касается Евразийского союза, я внимательно слежу и изучаю, на этом и так никакой позиции у меня нет. Но если в перспективе мы увидим, что для стратегии нашей страны это будет интересно, то почему бы и нет. Хотя, к сожалению, эти слова господина премьера в Грузии были восприняты неоднозначно и даже, можно сказать, отрицательно со стороны особо членов главной оппозиционной силы президентской партии «Единое национальное движение», которое в общей сложности уже много лет пытается внедрить в Грузии следующее мнение, согласно которому Евразийский союз является попыткой России возродить империю и втянуть туда, в Новый Советский Союз, Грузию. На этом фоне трудно активно развернуть в Грузии евразийское движение, но я могу сказать, что Грузия и сегодня остается евразийской страной не только с географической точки зрения, но и со своей историей, менталитетом и социумом. Евразийский союз – это альтернатива для Грузии, ведь, как видно, в Евросоюз Грузию никто не примет, тем более, что дальше Евросоюз расширяться не собирается, и у него уже имеются серьезные проблемы внутри этой самой системы. Что касается НАТО, этот альянс не имеет никакой связи ни с экономикой, ни с политикой. Это военный союз, и даже если Грузию примут в НАТО, предпосылкой для прогресса Грузии этого не станет. И без глянства в НАТО, кстати говоря, наша страна умудрилась принять участие в ведущихся альянсах военных и войнах и отправила в могилу наших парней в Ираке и Афганистане. Грузии, как воздух, нужна сильная Россия и направить отношения с этим величайшим соседом. В то же время, единая и сильная Грузия должна входить в интересы России. К сожалению, сегодня Россия практически не обращает внимания на те единичные организации, которые ценой собственного риска смеют призывать правительство Грузии к развороту политического вектора. Главная задача коалиции «Евразийский выбор Грузии» состоит именно в том, чтобы ознакомить население страны с евразийским пространством. И, в общем, с идеей евразийства в процессе нашей деятельности мы постараемся продвинуть положительные стороны Евразийского Союза и возможные перспективы на фоне членства Грузии в Евразийском Союзе. Следует отметить то, что даже проведенные американскими организациями в последний период опросы подтверждают, что большинство населения Грузии выступает за сближение и улучшение взаимоотношений с Россией. Хочу еще раз подчеркнуть, что коалиция «Евразийский выбор Грузии» не пожалеет усилий для осуществления своих планов, что положительно повлияет на отношения двух единоверных, не имеющих великую историю народов. Но мы считаем, что для всего этого крайне важна вовлеченность российской стороны и взаимное сотрудничество, так как только энтузиазму трудно противостоять пропагандистской машине Запада. И на этом этапе необходимы последовательные и целенаправленные действия. Спасибо за внимание.